Всем привет дорогие друзья! Перед началом этого видео я бы вам хотел порекомендовать один классный канал, который называется Шизи Изи. На этом канале вы найдете много различных видео, различные пранки, социальные эксперименты. Также здесь есть видео и про телефоны, например вот такое видео, которое называется Redmi 4X спустя 2 года. Можете зайти и подписаться на этот канал. Ссылочка на канал Шизи Изи будет в описании к этому видео. Также здесь есть интересные жизненные видосы, стоимость жизни в Москве, очень интересно узнать сколько в Москве стоит в месяц прожить. В общем все подписывайтесь на канал Шизи Изи, Дима рекомендует. Всем привет дорогие друзья! Сегодня ко мне приехал восстановленный iPhone 7 с Алиэкспресса всего лишь за 15 тысяч рублей. Я заказал iPhone золотой, iPhone 7 настоящий оригинальный iPhone 7 на 32 гигабайта за 15 тысяч рублей. Он пришел в коробочке вот такой, я его еще не открывал. И я хочу вам сказать, что я просто дико сэкономил, потому что я посмотрел сколько стоит такой новый iPhone у нас в России. И я если честно офигел, смотрите. Итак, внимание, iPhone 7 на официальном сайте Apple стоит от 39 тысяч рублей. Ну, например, вот золотой, да, как я купил на 32 гигабайта, он будет стоить 39651 рубль. Только вдумайтесь, 40к за iPhone трехлетней давности 40 кусков, а я купил за 15. Ну это, блин, это практически в три раза дешевле я купил этот iPhone. Мне кажется, смысла нет вообще по фулл прайсу брать iPhone 7 сейчас вообще никакого. 40 тысяч отдавать за iPhone 7, это нужно быть с приветом. iPhone 7 неплохой телефон, но, блин, за 40 кусков его точно уж не стоит покупать. За 40 кусков уже можно столько разных телефонов купить, что, мама, не горюй. А вот за 15 тысяч, я считаю, что это просто идеальное предложение, один из самых лучших телефонов. За эти деньги можно какой-нибудь бюджетный Xiaomi купить, а тут уже настоящий iPhone 7. Короче, ладно, давайте, что я тут рассусоливаю, давайте его открывать, смотреть, все ли с ним в порядке, а то сейчас приедет какой-нибудь кирпич. Давайте все-таки посмотрим, и уже я вам все расскажу. Открываем. Так, что у нас здесь? Первое, конверт, Design by Apple, California. Вернее, здесь какие-то бумажки, есть скрепка, чтобы открыть лоток для сим-карт. Смотрим дальше, что у нас здесь, ребята. Вот он, сам этот iPhone. Я заказал специально золотого цвета, потому что мне захотелось вот такой вот цыганчины, захотелось пафоса. Вы знаете, кстати, у меня есть золотые часы, сейчас я вам их покажу. Вот же они, эти часы золотые. И мне к этим часам нужен стильный золотой iPhone. Я его получил всего за 15к. Смотрите, ребята, я его вот так беру и роняю. И он действительно золотой. Посмотрите на этот цвет. Это золото, чистое золото. Здесь написано iPhone, какие-то обозначения, камера, яблочко. Вообще, вообще круто, ребят, вообще шикарно. Вы представляете, в моей деревне вот это, вот это, атрибуты богатой жизни. Я не знаю, кто сейчас я. Я себя сейчас чувствую просто как олигарх с золотыми часами и с золотым айфоном. Но, конечно, часы такие более желтые. Этот iPhone более такой, я не знаю, как сказать, золотой цвет, больше похож на цвет шампанского. То есть он не так бросается в глаза, да, такой цвет сдержанно золотой, можно сказать. В комплекте с этим айфоном идет зарядный блок, вот такой вот. Наушники, смотрите, даже наушники положили. Далее здесь кабель, лайтнинг вот такой. И все, больше в коробке ничего нет. Ну и сам iPhone, видите, да, в идеальном состоянии. Корпус идеальный, здесь вот немножко только какие-то небольшая грязь. Не зацарапанный, не покосяченный. То есть я думаю, что корпус они поменяли на новый. Но вот здесь, вот здесь я заметил, что в разъеме для зарядки есть немножко грязи. То есть разъем для зарядки, он не новый. Его поставили уже с юзаного iPhone. А вот здесь видно, что там внутри есть грязь. Но на это мне пофиг, я как бы туда заглядывать не буду. И никто туда заглядывать не будет. Самое главное, что на iPhone на самом нет никаких царапин, никаких вмятин. Он выглядит как новенький. Посмотрите, вообще отлично. Давайте я его запущу, посмотрим, он может быть разряжен. Так, включайся, давай быстрее, а то я уже нервничать начинаю. Так, ребят, что-то не включается. Может реально разряжен. Зажимаю кнопку включения, он не включается. Да уж, ладно, давайте сейчас попробую его зарядить. Подключаю к зарядке его, надеюсь, что все будет нормально. Так, что, о, все, подключил. Так. И что? А, вот, смотрите, да, он в ноль, в ноль разряжен. Ну, блин, китайцы даже не зарядили телефон перед отправкой. Но придется сейчас подождать, пока он зарядится, и потом продолжим видео. Итак, кореша, подключил я Powerbank к своему айфону. И что он нам здесь пишет? Салют. Хэлло, хэлло. Давайте нажмем на кнопку. И предлагает он нам выбрать наш язык, на котором мы говорим. Мы выбираем русский язык, и нужно выбрать регион тоже Россия. Выбрать регион Россия. Листаем в самый-самый низ. Ну, сейчас будет просто первоначальная настройка айфона. Как будто вы купили новый айфон с магазина, пришли домой и начали его вот в первый раз, как в первый класс, настраивать. Сейчас нужно пройти вот эту первоначальную настройку, добавить свой Apple ID. Давайте настроим вручную, подключиться к Wi-Fi. В общем, вся вот эта вот сейчас будет вот эта мишура. Я думаю, все с этим прекрасно знакомы. Сейчас я это все сделаю и продолжу видео. Айфон у меня пока заряжается. Во, 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 смотрите, дошел до момента, когда нужно настраивать Touch ID. Touch ID это сканер вот в этой кнопке, который реагирует на ваш палец. То есть, смотрите, я регистрирую свой отпечаток пальца. Пока все работает нормально, вроде он распознает. Нажимаем далее и придумываем код-пароль. Пускай у меня будет такой код-пароль. И идем дальше. Потом я попробую с помощью этого пальца телефон разблокировать. И проверим работоспособность как раз этого сканера. Ну вот и все, наконец-то я все настроил. Смотрите, меня приветствует стартовый экран. Вот она, максимальная яркость экрана. Давайте я пока отключу телефон от зарядки. Ну, экран IPS, мне кажется, что он все-таки оригинальный. У меня есть, кстати, iPhone 7 с оригинальным экраном. На 100% я знаю, что там оригинальный экран. И давайте сейчас сравним тот экран вот с этим, с восстановленным iPhone. И посмотрим, есть ли какая-то разница в экранах. Вот слева у меня черный iPhone. Я знаю точно, что у него оригинальный экран. Я поставил даже одинаковые здесь обои. Максимальная яркость и на черном iPhone, и на белом. И мы видим, что здесь все одинаково. Давайте зайдем еще в настройки. Сравним белые цвета. Ну да, мы видим, что здесь iPhone имеют абсолютно одинаковые экраны. Я думаю, что этот телефон именно оснащен оригинальным экраном. Экран здесь не менялся. Либо менялся, но на экран очень высокого качества. Потому что вы видите, разницы с оригиналом, вот это оригинал, практически никакой нет. Да я даже скажу, что нет. Ну, может быть, вот под углами обзора немножко оригинал получше. Но вот если вот так смотреть, то вообще никакой разницы не заметно. Напишите, кстати, в комментах, какой вам больше цвет нравится. Черный или бело-золотой? Сейчас буду проверять работу сканера. Прикладываю палец зарегистрированный. И все, телефон разблокировался. Сканер работает. Сканер здесь второго поколения. То есть очень быстро он разблокируется. Ну-ка, теперь незарегистрированный палец другой руки пробую приложить. Видите, все. Уже не пускает. А этот прикладываю, все срабатывает. Далее, один очень важный момент. Это, конечно же, батарея. Вот здесь многие на этом попадаются. Потому что многим приезжают айфоны с плохой батареей. Но сейчас мы это как раз и проверим. Заходим в аккумулятор. Здесь состояние аккумулятора. Нажимаем и видим, что максимальная емкость составляет 94%. Что это значит? Это значит, что аккумулятор уже на 6% изношен. То есть максимальная емкость должна быть 100%. Это всегда у новых телефонов, которые вы покупаете в магазинах. Там стоит новый аккумулятор, который еще никто не юзал. И у него максимальная емкость 100%. Здесь уже аккумулятор, батарея немножко поюзанная, немножко бэушная. И поэтому у этого аккумулятора есть износ. Но износ небольшой. 6% это нормально. Это примерно за год у людей уходит. 6%. Так что в этом ничего страшного нет. Я думаю, с этим аккумулятором айфон еще будет жить, ну, года два. Потом уже, наверное, можно будет его поменять. Замена аккумулятора стоит тысячи две. Если самому менять, то можно уложиться где-то в тысячу, в полторы. Версия ПО. Какая iOS здесь установлена? Как правило, когда вы заказываете восстановленные телефоны, на них они приезжают не с самой последней версией iOS. Потому что пока они до вас едут месяц, уже Apple выпускает новую iOS. Здесь сейчас установлена iOS 12.1.3. 12.1.3. И я подключился к Wi-Fi, и он нашел самую последнюю версию, которая называется 12.3.1. И сейчас я ее хочу установить, чтобы у меня айфон работал на самой последней версии, потому что они с каждой новой версией что-то исправляют, что-то улучшают. Поэтому всегда обновляйте свой айфон до самой последней версии iOS. Ну и потом, осенью, когда Apple покажет финальную версию iOS 13, на этот телефон прилетит и iOS 13. Я также ее скачаю и установлю. Ну вот и все, парни. Айфон обновлен. И теперь, знаете, что я еще заметил? Когда скачивал приложение одно из App Store, смотрите, какая здесь с клавиатурой ситуация. Есть английская раскладка, еще какая-то китайская, английская. И вот такие вот китайские иероглифы. Почему? Потому что телефон этот пришел из Китая, и русской раскладки здесь нет. Но она включается в настройках. Для этого нужно просто зайти в настройки. Здесь зайти в основные. Далее клавиатура. Клавиатуры. И здесь править. Удаляем две китайских клавиатуры. Потом нажимаем новые клавиатуры и выбираем русская. И теперь нажимаем править. Русскую клавиатуру передвигаем на самое первое место. И можно еще удалить эмодзи. Они мне тоже не нужны. Все. Теперь у нас русская клавиатура и английская. Давайте проверим. Захожу опять в App Store. И смотрим. Переключаю язык. Вот появилась русская раскладка. И получается китайские иероглифы ушли. Русская клава и английская. Все как положено. Можно также проверить Siri. Здорово, Siri! Приветствую тебя, землянин! Как твои делишки? Я не совсем понимаю. Как дела твои? Мои дела, ваши дела. Поэтому у нас все одинаково. Короче, Siri работает, базарит, все нормально. Ну а теперь про производительность. Какое железо здесь установлено? Здесь установлен процессор Apple A10. Да, ему уже три года. Это трехлетний процессор. Но не стоит думать, что он уже устарел. Что он уже ничего не тянет. Нет, на самом деле он еще все тянет. Телефон абсолютно не лагает. То есть у него все быстро запускается. Все моментально, все плавно. И я вам больше скажу. Даже iPhone 6s, который на год раньше вышел этого телефона. Даже он еще нормально работает. И в принципе он еще обновляется. Все быстро открывает. Потому что процессоры на iPhone'ах, они как правило дольше актуальны, чем те же процессоры на Android'ах. То есть под них хорошая оптимизация. Скорее всего это из-за этого. Здесь нет какой-то супермощности. Да, здесь всего 4 ядра. Частота 2300 МГц. Процессор сделан по 16 нанометрам. Но при этом телефон работает идеально. Никаких затопов, никаких багов, лагов. Мемори, память 32 гига. Из них свободно где-то 23 гигабайта. Оперативной памяти 2 гигабайта. И этого объема тоже хватает. Если для Android'а 2 гига это уже маловато в 2019 году, то для iPhone'а 2 гигов еще вполне хватает. Ну и вот такие результаты у нас в Antutu. 187 тысяч баллов. Это очень неплохо. Это больше, чем у Redmi Note 7, у Honor'а 10 Lite, у Samsung Galaxy A50. То есть это даже больше, чем у современных Android-смартфонов средней ценовой категории. Причем все они восьмиядерные, и они слабее, чем 4-ядерник Apple трехлетней давности. Пока, ребят, меня полностью этот iPhone устраивает. Можно еще проверить все кнопки. Кнопка увеличения громкости, уменьшения громкости. Рычажок переключения режимов тоже работает. Кнопка включения тоже работает. А еще у iPhone'а 7 есть такая функция, как 3D Touch. 3D Touch это когда вы сильно нажимаете на какую-то иконку, ну, например, вот на настройки. Я прямо сейчас сильно на нее нажму. Смотрите, раз, нажал, и появляются дополнительные вот такие вот как бы функции. Далее могу вот на эту иконку нажать. Ну, намного. Сюда, например, на камеру. Смотрите, раз, открывается. То есть экран реагирует на силу нажатия. Видите, все это здесь работает, как и должно работать на новом iPhone. А, да, еще забыл проверить камеру. Вот, открыл камеру. Смотрите, вот он я в камере. Давайте попробуем сфотаться с помощью кнопки громкости. Так. Все, вроде фотографирует. Очень, кстати, неплохая камера. Здесь 12 мегапикселей. Достаточно качественная. Смотрите, все видно, все детализировано. Даже вот мелкие-мелкие волосики на щеке видать. Вот, видите? Видите, да? То есть вообще камера нормальная, кстати, здесь. Фронтальная камера здесь на 7 мегапикселей. Сейчас вот я сделаю селфач. Покажу вам, как она фотоет. Раз. Вот, смотрите. Селфач. Да, я сейчас вам тоже покажу примеры фотографий в этом видео. Да, кстати, посмотрите примеры фотографий и примеры видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Премьер записи видео на iPhone 7. Full HD 30 кадров в секунду. Можно еще выбрать 4К. Можно выбрать Full HD 60 кадров в секунду. Но по умолчанию здесь стоит Full HD 30 кадров в секунду. Вот так снимает эта камера. Давайте покажу вам максимальный зум. Вот он, максимальный зум. Снимает она довольно неплохо для мобильного телефона. То есть здесь есть уже оптическая стабилизация. Если я буду идти, то картинка не будет так сильно дрыгаться. Потому что оптическая стабилизация помогает вот это вот движение как бы сглаживать. Так что, ребят, для каких-то видеоблогов можно взять iPhone 7 и снимать на него видюшки. Ну а это пример записи видео с фронтальной камеры на iPhone 7. Записывает она Full HD 30 кадров в секунду. Короче, ребят, а какой вывод можно сделать по этому телефону? Телефон, конечно, не идеальный. Минусы, которые я нашел, это то, что на 6% все-таки изношен аккумулятор. То есть емкость не 100% здоровья. И все-таки небольшой такой визуальный минус. Это то, что вот в этом разъеме для зарядки присутствует грязь. Если туда смотреть, то там можно найти, ну, такие вот кусочки грязи. Я не знаю, может быть, я это сейчас как-то попробую прочистить зубочисткой. Либо как-нибудь какой-нибудь ушной палочкой всю эту грязь отсюда вычищу. Ну а так, в принципе, норм. А, да, забыл еще сказать, что все комплектующие, которые идут в комплекте, ну, с этим телефоном, да, наушники, зарядка, кабель, лайтнинг, это все не оригинальные комплектующие. То есть это все подделка под оригинальные аксессуары Apple. То есть наушники там очень поганого качества. Этим всем я вам не рекомендую пользоваться. Потратьте 2000, купите хороший кабель, купите хорошую там зарядку. Может быть, рублей за 500 более-менее наушнички какие-то, которые вы можете... А, хотя нет, здесь не все так просто. Здесь же нет разъема для наушников. Вам придется использовать переходник с лайтнинга на 3,5 миллиметра. Ну, короче, я думаю, вы как-нибудь с наушниками эту проблему решите. Либо просто купите себе уже, наконец-то, беспроводные Bluetooth наушники. Это тоже хороший повод купить себе Bluetooth наушники современные. Ссылку я оставлю на этот телефон. Че, я доволен. Их можно реально вот заказывать пачками, продавать здесь. Но я так делать не буду, потому что это надо людей обманывать, что он не восстановленный. Потому что если говоришь людям, что телефон восстановленный, они уже как-то с опаской относятся. Ну, я бы тоже с опаской, если честно, относился бы к таким телефонам. Поэтому я его продавать не собираюсь, пускай он у меня будет. Возможно, я продам свою семерку черную. Тот у меня не восстановленный. Ни в коем случае я его там как бы покупал. Я знаю про него всю историю. Поэтому, может быть, ту семерку продам, потому что она у меня уже закоцанная. Там задняя крышка потертая. А этот телефон оставлю себе. Вот. Так что вот такие вот дела, ребят. Вот такую вот семерочку я купил за 15 тысяч. Я говорю, сейчас они очень сильно дешевеют. Сейчас на Алике очень вот эта распространена, вот эта вот, знаете, такая идея продавать старые использованные вещи. Например, вы можете купить восстановленный iPhone. Либо сейчас можно купить многоядерные процессоры. Очень выгодно. Там какие-нибудь Xeon, Intel Xeon. Можно купить тоже выгодно там материнские платы. Сейчас уже начали продавать бэушные видеокарты. Можно купить там какие-нибудь старые видеокарты. GTX 750 Ti, GTX 960, 950. И они там стоят буквально 3-4 тысячи рублей. То есть вообще реально можно закупиться на Алике сейчас вот такими вот чуть-чуть в использовании вещами, да, бэушные. Но зато они в отличном состоянии приезжают, как новенькие. Все нормально, как бы китайцы их проверяют перед тем, как отправить. Ну вы сами подумайте, да, как я уже сказал. Либо вы 40К платите за новый iPhone 7, либо 15К. Разница же есть. Ну да, не будет гарантии. Ну да, не будет оригинальной аксессуары. Ну блин, за это переплачивать 25К, ну я вообще не вижу смысла реально. Телефон-то у вас оригинальный, именно все оригинальный. Конечно, это лотерея, да, не факт, что вам такой телефон придет. Бывают люди, которым приходят телефоны с какими-то проблемами, но они в любой момент могут открыть спор и вернуть часть денег, например. А могут вернуть полную сумму денег, да, за телефон, если он полностью нерабочий будет. Так что, ребята, особо боятся заказывать восстановленные телефоны с Алиэкспресса. Я вообще не вижу смысла бояться этого делать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ссылку я оставлю в описании, где я покупал этот iPhone 7. Ну и также оставлю ссылки, наверное, еще на какие-нибудь другие iPhone. Может быть, у кого-то не хватает 15 тысяч на iPhone 7. Может быть, кто-то купит себе шестерку восстановленную. Или SE-шку восстановленную. SE-шка, кстати, топовый телефон. Ладно, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok